Рандыш антиреф, Нессессор Венгер, модель 608-534-3009. Вот, чтобы как-то нам потом понять, что это такое, полиэстеровый. Ну, я к ферме Венгер никаких особых супер-тёплых чувств не испытываю, на самом деле, хотя и владел их рюкзаком, так что моя задача описать и рассказать, как тряпчика полиэстер более чем нормальный. Да, достаточно плотный, похож на оксфорд полиоксфорд. В общем, для целей Нессессор нормальный. Сзади у нас есть кармашек. По размеру, в принципе, соответствующий современным телефонам, типа лопата. С липучкой. Есть. Да, за что ухватиться для переноски. Вот эта всё тряпочка больше для дизайна нам нужна. Какого-то функционала не висёт. Надпись венгер покрыта плёночкой. Причём, кстати, не очень понятно, эта плёночка, скажем так, она тут должна быть, или это пока он новый, вообще её содрать. Я бы, наверное, отодрал. Мне кажется, она будет смотреться хреново, и это больше элемент защиты дизайна. Такой он новый. Значит, если открыть, здесь у нас отделение сравнимых габаритов. Молния достаточно симпатичная, сделала, ну, нормальная. Без выкрутасов, но нормальная. Боковое отделение. Посмотрите, этот кармашек плоский, поэтому, например, шампунь сюда убрать получится, но за счёт того, что он будет вминаться уже вовнутрь. И другой карман тоже, судя по всему, плоский такой же. Ну да, что я имею в виду под плоским, у него практически нет широты какой-то глубины. То есть, ладно, она есть, но она вот буквально полтора-два сантиметра, не более чем. Но с другой стороны, какие-нибудь зубные там щётки, прокладки, я не знаю, что-то такое должно повлезать нормально. Открываем полностью. И имеем классическую конструкцию НССР. То есть, такие же модели есть у сплава, и, в общем-то, они есть у всех. Сверху у нас крюк, для того, чтобы можно было подвесить вот эту вот... Пипка у нас обязательно отлетит рано или поздно, так что не расстраивается. Вот, в этот кармашек можно что-то убрать. Очень похож на сплавовский. Не знаю, кто кого спёр. Я, в принципе, в таком же, в походе, кухню храню. Очень похоже. Основное отделение. Ну, сплава только она герметичная, чуть-чуть более. Ещё одно маленькое отделение. Ну, вот видно, что шит он не на 100% аккуратно, но если это не будет закусываться, то и проблем здесь никаких нет. Он напоминает, что Венгер фирма всё-таки на массового производителя, который пытается выходить за счёт удешевления производства. Вот эти кармашки немножко эластичные, чтобы здесь хранить, опять же, скорее всего, какую-нибудь шампуньку. Это крепёж, судя по всему, подзубные щётки, если мы их по бокам не убрали. Есть бумажка про гарантию. Силикогель, чтобы ничего не испортилось, хотя ничего не испортится. И ещё одно отделение. Вот это отделение, оно, смотрите, хитрое. Оно внутри себя имеет ещё один кармашек. Туда не особо-то удобно залазить, но это, видимо, под какие-то экстренные таблетки. Что-то такое, что нам каждый день... Слушай, не знаю, снимай как хочешь, я это вывернуть не могу нормально. Короче, поверьте, что вот тут есть карман, и в кармане есть ещё один карман. Всё, видно. Вот такой несессор, синенький, симпатичненький, городской, без намёка на туризм. В принципе, свою функцию несессор, я думаю, что более чем будет выполнять без проблем.